Возвращаемся в студию. Микрофон Гидар Джамаль и Михаил Хазин. Продолжаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Николай из Москвы. Но военной помощи физической и речи быть не может. Мы в Грузии провалились, там десятки самолетов наших избили, и мы не смогли противостоять в воздухе абсолютно. Батальонный Восток, Ямадаевские, Ямадаевых убили. Батальонный Восток, не знаю, во что превратились. Бригады ГРУ и бригады десантные тоже в каком порядке, вы знаете, бригад ГРУ нету, потому что нету самого ГРУ. Ну а наши пехтины, вы знаете, где имеют недвижимость, где дети находятся, и рисковать своими капиталами они не собираются. Поэтому спрягаться за что-либо, за кого-либо, а газ в трубы назад и нефть не загонишь, они должны течь. У нас нет таких возможностей, чтобы их перенаправить куда-то или как-то заморозить. Они должны двигаться. Тем более это кровь, деньги, капиталы определенных чиновников, которые никакого не имеют. Они за Югославию не хотели вклигаться, а за далекую Сирию тем более. Так что, ваше мнение? Ну, в принципе, здесь есть горькая правда, несомненно. Но тут дело в том, что они попадают, я имею в виду эти чиновники, в такую вот коллизию. Если они доведут ситуацию до того, что обнаружится правда о голом короле, то это фактически будет угрожать их физической безопасности, потому что иммунитет они имеют лишь до тех пор, пока они сидят на удерживаемой территории. Если будет понятно, что эта территория ничего собой не представляет, кроме черной дыры, то тогда просто придут и, так сказать, посадят их на скамью подсудимых всех, как того же Милошевича с той же самой судьбой. Поэтому здесь есть, ну, определенный конформизм, игра в поддавки, но лишь до того уровня, за которым следует незавидная судьба. Угрозы физической безопасности. Да, Саддам, Милошевич, Пиночет и целый ряд других, они как бы доказали, что в поддавки играть можно только вот до определенной черты. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Это Вадим. А может ли этот конфликт перерасти в Третью мировую? Потому что говорят, что вот где-то к 17-му году, вроде бы, эксперты, вот в газетах я считал, и профиль. Может ли этот конфликт перерасти в Третью мировую? Интересно, а кто с кем будет воевать в Третью мировую войну? Ну, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки, а с другой стороны, Китай. Вот мой вопрос. Я хочу уточнений. Вы можете его сформулировать? Точнее. Кто с кем будет воевать? То есть вы не можете забыть вопрос. Если вы его не можете задать, тогда о чем разговариваете? Ну, в принципе, почему? Здравствуйте. Слушаю вас. Ну, на самом деле, когда человек не может сформулировать, то это означает, что он не понимает, о чем спрашивать. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к уважаемому ведущему и к уважаемым участникам радиоэфира. Куда побегут сирийские беженцы? Куда побегут алавиты из Сирии после того, как начнется возможная интервенция? Какую политику займет Иран по отношению к российскому Северному Кавказу, если мы не предпримем жесткую позицию по отстаиванию наших интересов в Сирии, ну и совместных с Ираном интересов по Сирии? Будет ли он в дальнейшем сдерживать возможное агрессивное установление своей внутренней иранской оппозиции в сторону нашего Северного Кавказа? Ну и интересно, какое уже количество сирийских беженцев бывает в России, потому что периодически по центральным каналам проскальзывают такие вещи. Вот в местах, созданных в Москве, Подмосковье, куда свозят незаконных мигрантов, периодически всплывают граждане Сирии. Вот такие вот вопросы. Буду вам очень признать на ответ. Там вопросов-то много. Но я думаю, начнем с Ирана. Я думаю, что никакого влияния на Северном Кавказе Иран не имеет ни в стабилизирующую, ни в дестабилизирующую сторону. В отличие от Центральной Азии, потому что там у Ирана есть, конечно же, связи с таджиками в силу некоторых, так сказать, общих моментов, прежде всего, культурно-этнической языковой общности именно с таджиками. На Северном Кавказе живут суниты, которые делятся на, скажем так, как суфийское крыло, тарикатское крыло и радикальных салафитов. Радикальные салафиты Иран воспринимают очень негативно. То есть для них Иран — это плохое слово. Иран, шииты — это все как бы ругательство. Но и суфии не готовы также играть с Ираном в какую-то общую игру. То есть у Ирана нет, так сказать, политической хватки в регионе. Ну, если честно, то даже в Азербайджане, где живут шииты, там Иран не имеет особого влияния в силу некоторых специфических таких вот национальных ориентиров и так далее, Азербайджан очень жестко отмежевывается. Есть небольшое лобби, но в целом азербайджанское народонаселение жестко отмежевывается от Ирана. А уж Северный Кавказ, он четко про салафитский, про саудовский, и Ирану там ничего не светит. Поэтому играть, если Иран мог бы и хотел бы играть против России, он может только в Центральной Азии. Это один момент. Второй момент, куда побегут алавиты, бежать им некуда, потому что их никуда не пустят. Они будут драться, стоять до последнего и, видимо, умирать. Ну, какая-то часть, может быть, там действительно денется в Ливан. Кто-то, может быть, там действительно доберется до Ирана. Но это очень небольшие, так сказать, проценты. А в основном бежать им некуда. Они будут драться на месте. Но их не так уж много, хотя и не так уж мало по меркам гражданской войны. Это где-то двухмиллионная группировка. Возможно, в последний момент ООН вмешается и установит режим протекционизма, как над албанцами или над босняками в свое время в Югославии, с элементом оккупации этого региона, международными силами ООН. Ну, что-нибудь в этом роде. Но на самом деле есть риск, что все-таки это действительно вырвется за рамки даже Югославской операции, приобретет очень серьезный характер, независимо от желаний сторон, потому что все войны начинаются вопреки желанию сторон в них участвовать. Все не хотят войны, все начинают эту войну и не участвуют. Ну, иногда. Первую мировую войну все хотели. Значит, давайте попробуем дальше. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Александр Германия. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. А вы говорили, что Путин сейчас в отношении России не способен принимать никаких решений. А вот если начнется этот конфликт, и ему надо будет принимать решения, и он опять не будет принимать никаких решений, означает ли это его конец? Россия это страна, в которой внутренняя политика всегда определяется внешней политикой. Внешнеполитический фактор для развития ситуации внутри страны у нас исторически является доминирующим. Так было и в течение 19 века, и в 18 веке, так было и в 20 веке. Если Россия проявит себя банкротом на внешнеполитическом направлении, это, конечно, приведет к катастрофическим последствиям внутри. Дальше. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Испугались. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Меня Андрей зовут. Я хотел бы спросить. Вот происходящие события влияют на политический ислам, изменение его тактики и появление каких-то новых идей. И последнее. Не вызовет ли это событие какой-то кризис, я имею в виду, в структурах политического ислама. Значит, о политическом исламе сейчас, после небольшого перерыва. Готово. Р ťйе.